В Ёжкар-Оле приняли в эксплуатацию первую очередь магистральной дороги Кировостроителей. Участок от перекрестка с Ленинским проспектом до улицы Луначарского. Стоит отметить, что капитальный ремонт в этом году заканчивается также на бульваре Ураева, улицах Кирово и Луначарского. Что в целом дает Ёжкар-Оле целый инфраструктурный сегмент. Качественные дороги свяжут Сернурский тракт и микрорайон Ширяйково. Порядка 2,5 миллиардов рублей. Почти три года работы. И вот первый этап строительства магистральной улицы, который в перспективе соединит Кирово и строителей, завершен. Причем с сопряжением графика. Этот участок дороги значительно разгрузит центр города и соединит два района, так сказать, спальный и промышленный. И обеспечит транспортной доступностью более 80 тысяч человек. Ну и конечно же немаловажно, что этот проект был рассчитан на несколько другой срок, то есть с 19 по 23 год. Но усилиями подрядных организаций этот объект сдан досрочно. То есть полтора километра магистрали, 200 погонных метров мост. Все это реализовано досрочно. Окончание строительства участка дороги от Ленинского проспекта до улицы Луначарского – событие для нашего города действительно знаковое. Это было особенно заметно, потому как было организовано само официальное открытие. Масштаб ремонт дорог в Ишкарле с плечением средств из федерального бюджета поступательно растет. Это концепция развития в рамках БКД, то что на сегодняшний день, как вы услышали, и федеральные чиновники говорят о том, что наша задача, которая на сегодняшний день основная, 85% акгломерации по 2024 году должен перейти в нормативное состояние. Вот объекты, которые мы планируем выполнить в рамках 2024 года. То есть это улица Петрова, это улица Мира. И в этом случае мы 85% выполняем. Да, на сегодняшний день улица Мира, которая требует решения. То есть на сегодняшний день как раз выполнен огромный ремонт. И вы поставили задачу, помните, когда очень огромное количество жителей. Вот Карла Липпента выполнили ремонт, Лебедева выполнили ремонт, Ленинский проспект выполнил ремонт. И вот на сегодняшний день требует незамедлительное решение улица Мира. Снимаем эту напряженность, и весь транспортный узел в рамках вот этого направления, в рамках как раз построенного нашего вокзала, мы полностью расшиваем и организовываем дорожное движение. Здесь по этим направлениям, это улица Красноармейская, это улица Якова и Шпая, улица Водопроводная, которые уже все законтрактованы. То есть это нам еще дает полный объект через Серновский тракт, выход, сквозной выход на Санчурский тракт, когда будет организовано движение. Стоит отметить, что в нормативное состояние приводятся не только магистрали, но и придомовые территории. По поручению руководителя региона Юрия Зайцева к концу сентября в Ишкарле будут капитально отремонтированы несколько десятков дворов. Кроме того, приведут в порядок фасады зданий и отремонтируют межквартальные проезды к социально значимым учреждениям. На эти цели выделены порядка 150 миллионов рублей. Юрий Зайцев лично контролирует ход работ в этом направлении. Семь многоквартирных домов на данной территории находятся, два учебных заведения, вот сад, дошкольное заведение и высшее учебное заведение, политех. То есть основная проблема какая была? Водоотвода не было. То есть вот как раз где мы сейчас стоим была огроменная лужа, низина и жители постоянно жаловались, обращались. Для этого пришлось благоустроить и отремонтировать покрытие не только мимо этих двух домов, но также, когда стали выполнять работы, обратили внимание, что два соседних дома по Степана Разина 84 и 82 также будут подтапливать. Площадь водосбора увеличится, потому что мы покрытие отремонтируем, вода в грунт не будет уходить. И было принято решение уже закончить комплексно, довести дело до конца, так сказать. Еще один важный момент. Многие подъездные пути и пешеходные дорожки ведут к социальным учреждениям, которые зачастую находятся рядом с жилыми домами, как детский сад Кечи. К новому учебному году при содействии администрации города и поддержке Юрия Викторовича был сделан очень хороший подарок детскому саду. Благоустроены подъездные пути и прилегающая территория. Много лет была большая проблема – это подойти к садику. То есть был разбитый асфальт, огромные лужи собирались после любого дождя, тротуарных дорожек не было, машины припарковать места не было, деревья под забором детского сада стояли стеной, были наклонены, и при сильных ветрах, ну вот последние 2-3 года деревья падали, и нам приходилось своими силами удалять эти деревья. Неоднократно, конечно, родители жаловались, и мы обращались в администрацию города. Ну вот в этом году нам повезло. Также в ходе рабочей поездки по городу руководитель республики Юрий Зайцев проэкспектировал качество ремонта зданий 4-й поликлиники. Начинали как положено, надо было сделать крышу, надо было сделать фасад, менять окна, этого сделано, средства были выделены, подрядчик уложился вовремя, за 25 миллионов все сделано полностью на сегодня. Вот, а теперь... Ну крыша сделана, не протекает. Все, крыша сделана, не протекает. Ну и сейчас какие дальнейшие планы? 23-24 год, сейчас у нас мы занимаемся ПСД, в ближайшее время надеемся, что в начале года ПСД будет сделано, и средства республиканского бюджета мы планируем, что все-таки начнется капитальный ремонт внутри помещения. Помимо ремонта, нашли средства и на новое оборудование. Так, в этом году для оснащения поликлиники приобретен цифровой рентген-аппарат стоимостью 20 миллионов рублей. Также Юрий Зайцев посетил территорию, где будет оборудован Мари-парк. Проект, который стал победителем рейтингового голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Его поддержали более 4 тысяч горожан. Вот замысел концептуальный, в чем заключается. Каждому муниципалитету для того, чтобы в праздниках они могли себя показать. И потом еще мы будем атрибутировать. Каждый район еще будет о нем информация. Там будет карта района и так далее. Человек, приезжающий сюда, в Мари-парк, он, совершая прогулку по центральной аллее, он одновременно еще увидит, ну, собственно говоря, ознакомится с республикой. И вот так отличается замысел. И эта центральная аллея ведет центральную сцену небольшую. Юрий Зайцев подчеркнул, что Мари-парк может стать визитной карточкой не только из Карлы, но и всей республики.